От шестиногой букашки до почти полноценного робота. Включаем. Он выравнивается. Изначально все мои модели управляются с обычного пульта. Здесь уже есть индикатор. Процессор используется от Mega 128. Очень дешевый процессор. Возможности его, правда, не очень велики. Однако всего хватило. Он может ходить вперед-назад, менять скорость. Можно замедлить, можно ускорить. Он старается это сделать плавно. Очень хорошо поворачивает. Здесь пульт не главное, так сказать, его управление. То есть датчик он немножко глубоко, так сказать, спрятан. Но ничего. Также вот его уже второй вариант с более стандартными деталями. Эти детали будут использоваться уже в будущем. Они проработаны под любые сервоприводы. То есть 9-граммовый, 11-граммовый металл, не металл. Здесь вот можно показать, как работает индикатор. На черном фоне это лучше видно. Гироскопы показываются, батарейка показывается. Хотя батарейка показывается не точно, потому что нету датчика, который бы контролировал. Просто аналоговый вход. Можно калибровать. То есть выбирать сервопривод, который мы будем калибровать. Вот. Ну, очень плохо видно, к сожалению. Засвечивается все. Ну, сохранять не будем. Таким образом, вот у меня два робота. Ходит очень неплохо. Внизу резинки придумал. Вот. Датчик работает, соответственно, расстояние. Поэтому он не врежется никуда. Также придумана нога к такому прям туловищу. Была придумана нога из шести сервоприводов. Но я решил перейти все-таки на более сложный вариант этой ноги. Здесь ничего не понятно пока. Но нога будет по-другому устроена. Расширена отсек для батареек. Уже теперь провода будут нормально упаковываться. 3,7 вольта батарейка. Отлично заряжается. Тоже стоит микросхема зарядки от USB. Вот. На схеме есть там USB-порт, соответственно. Так сказать, есть усилитель даже там небольшой. Вот такое семейство роботов. Уже двухногих. Были шестиногие, теперь двуногие. Вот. До свидания. Спасибо за внимание. Продолжение следует...